Мы продолжаем программу тема дня. Меня все еще зовут Александр Вальдман. И следующая тема, мне кажется, очень интересной. На днях из России вернулась израильская делегация, участвовавшая в торжествах по случаю двухтысячелетия дагестанского города Дербент. О перипетиях этой поездки сегодня со мной и с вами поделится заместитель мэра Хедера Роман Гишер и руководитель, председатель общины выходцев с Кавказа города Хедера, адвокат Натан Левиев. Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день, друзья. В городе, где я родился, был очень рад видеть, что город изменился. И, конечно, не хватает там наших евреев, потому что, действительно, они сами даже говорят, что вы уехали отсюда и унесли отсюда все самое лучшее. В 2008 году... Это они по-доброму говорят или упрекают? Нет, я думаю, что говорят по-доброму. Потому что, действительно, до сих пор там осталась очень маленькая община в районе 300 семей. Он 15 тысяч уехал оттуда из Дербента? Уехал от 15 тысяч 90-х годов, которые... Только в Израиль. Только в Израиль. Большая часть их в Хадере, есть также в Бершеве и по другим городам. И где-то лет 10 тому назад, 12, был подписан с мером города Дербента договор о городах попротивных. И, действительно, были приглашены несколько раз меры города в Дербент. И с их агентами единственный мэр, который согласился приехать туда. И он, действительно, представлял большую общину в городе, в котором он избрал как меру города. Кстати, сколько в Хадере живет выходцев в Казах? Смотрите, по неофициальным данным, мы с Романом ехали, когда сейчас по машине говорили, от 8 до 12 тысяч. Неофициальные данные. Это серьезная община. Да, это серьезная община. Я думаю, что около 10% в городе является общиной. Роман, к вам вопрос. Кто входил в состав израильской делегации, которая отправилась на празднование 2000-летия? И, может быть, в каких мероприятиях вам все-таки удалось там принять участие? В состав делегации, кроме мэра города Цех Гедельман, входил я, входил председатель общины Натан Левеев, входили еще выборные люди из разных городов. Из Бершевы, из Пардесхана, из Уракивы, бывший мэр Уракивы Симха Иосипов. Были люди, которые являются активистами кавказской общины. Но это была неофициальная часть делегации. И, таким образом, мы приехали в составе довольно внушительной делегации. У нас было 11 человек. И хочу сказать, что мне лично о Хадере, о Дербенте было известно немного. Я только помню, был такой фильм «Танкер Дербент». То, что я знал, знал. Но, на самом деле, город удивил. Город удивил тем, что он подготовился к празднику. 2000 лет – это очень круглая дата. И президент России этот праздник очень поддерживал. Город обновился. Хотя город древний. Каждый камень дышит историей. И это было очень приятно. Но самое главное – это то, что я увидел, то, что увидели все, что этот город толерантный. В этом городе живут люди, которые представляют и ислам, и юдаизм, и христианство. И вот эта толерантность. Этот город дышит этой толерантностью. Мне было очень приятно, на самом деле. И нас приняло очень тепло. И за короткое время, за три дня, нам показали максимум, то, что мы могли увидеть. Это был Бэткнессит-синагога. Изумительно. Просто новая, совершенно, с самыми лучшими условиями для детей. То есть там есть детское отделение. И, кроме этого, мы видели школы. Школа, которая названа в честь Героя Советского Союза, еврея Абрамова. Было приятно видеть это новое название. Название, новое название дали этой школе. Кстати, мы видели четыре улицы, которые названы в честь евреев. Что-то не в каждом городе в России можно увидеть. Мы были на предприятиях, которыми гордится город. Там есть авангардные предприятия. Винный завод производит очень хорошее вино, известное по всей России. Мы встречались с... Нас принимал заместитель мэра Ханукаев. Чудесный человек, который на его имени, тоже еврея, на его имени держится город. И мы очень благодарны ему за этот визит. Кроме того, мы посетили основную крепость, которая является символом джербента. Это потрясающее, потрясающее сооружение, которое вообще входит в историю. Мы видели места, где был Петр Первый, Македонский. То есть для нас произвело очень хорошее впечатление. Мы очень довольны. Натан, я вас хочу спросить об участии в круглом столе на тему роль гордских евреев в социально-экономическом и культурном развитии Дербента. Кто принимал участие в этой конференции? И вообще о чем шла речь? В рамках нашего пребывания мы туда зашли не на большое время, на минут 30-40. Но очень был рад, что туда входили практически со всего каждой части определенной организации. Были сами выходцы самого Дербента. Были там представители газеты «Ватан». Газета «Ватан» – это газета на республиканском уровне, которая печатается на нашем гордском и еврейском языке. Там был и главный редактор, и сами журналисты. Также были представители со Стмеги, с Израиля был. Здесь Хан Рафаэль участвовал. То есть были действительно очень много представителей. И мы об этой встрече знали, что… Это была научная конференция или круглая история? Это был действительно круглый стол. Или просто собрались люди, которые говорили о своих каких-то проблемах, о каком-то вкладе в нашу, в наши традиции. Ну, было очень приятно присутствовать на этом столе. Я очень был рад, что мы там и присутствовали, и мир города был, и роман был, и все другие представители делегации там присутствовали. Ну, в принципе, мы говорили о том, что в Израиле, в основном, в нашем городе, в городе Хадера, мы пытаемся действительно держать эту аттентность, чтобы действительно, так как у нас наши отцы, матери, или еще остальные, дай Бог, чтобы они были живыми еще, они вырастены на том менталитете. Его поменять нельзя. Может, мои дети когда-то там не будут говорить на нашем языке, и не будут знать наши традиции, но мы, наше поколение, должны его еще знать. Поэтому вот этот круглый стол там и присутствовал. Теперь, друзья, я хочу поговорить о менее приятной части вашего визита в Дербент. Как сообщает интернет-портал Вайнет, идиллия продолжалась до тех пор, пока в город не приехал президент, якобы пока не приехал президент Дагестана Рамзан Абдуллатипов. Что произошло, Рома? Ну, знаете, как передача «Что, где, когда», а теперь правильный ответ. Я вообще не понимаю, откуда взялась эта информация в отношении президента и в отношении этого скандала, который якобы произошел. Кстати, вы правы, потому что мне было удивительно, насколько я знаю, Абдуллатипов очень человек, который очень хорошо относится к евреям. Это полная ерунда. Нас принимал мэр города. Нас принимали люди, которые находятся во верхушке власти. Нам было очень приятно, и мы чувствовали, на самом деле, хорошее отношение к нам. На самом деле, там была маленькая техническая проблема. Проблема заключалась в том, что из-за того, что было очень много делегаций, часть из нашей делегации, на самом деле, они сделали ошибку, они в этом признаются, их выставили их вещи за дверь для того, чтобы впустить другую делегацию. В гостиницу? В гостиницу, да. Но в этот же момент их перевели в другую гостиницу. Их приняли в другую гостиницу. На этом весь этот скандал, якобы скандал, который разожгли на портале Ynet, он совершенно несущественный. Нам просто было удивительно и неприятно слышать вот эти вот обвинения, и президента сюда вписали. Ну, смотрите, мы знаем, что журналисты любят жареное, и здесь оно получилось просто пережаренным. Жалко, что так произошло. Что вы скажете по этому поводу? Как адвокат, может быть? Полностью согласен. Как адвокат и как представитель, который находился там, Роман прав совершенно. И о том, что надо вытащить вещи, было известно всем представителям делегации. Получилось с овлением, что они не успели забрать, их вещи были перенесены в другое место. Они провели там ночь, их тепло приняли. То есть все вот это, что произошло, оно произошло нам очень неприятно. Настал след, который мы не хотели, чтобы оно было. Мы хотели из этой встречи нашей, из этого нашего визита вытащить самое лучшее. Но я думаю, что мы все-таки все это сделали. Наши цели все были достигнуты. Все, что мы хотели сделать, мы сделали. Где хотели побывать, мы побывали. Я думаю, что это все угладится, это все забудется. И у нас останется прекрасное впечатление о нашем городе. Тогда еще один вопрос. Дербент, да, город толерантный, но тем не менее, несколько лет, в общем-то, Израиль потрясла эта история, когда было совершено покушение на убийство Равина, господина Абрамова, если не ошибаюсь, его фамилия. И он лечился даже в Израиле. Но с тех пор, опять же, насколько я знаю, я посмотрел в интернете, почитал, до сих пор не найдены те, кто на него покушался. И почему покушались? Что-то вам во время поездки стало известно об этом, или эта тема не обсуждалась в никаком образе? Мы ее, на самом деле, не обсуждали. То, что произошло в Дербенте с уважаемым Равом, то, что было покушение, ну, покушение, к сожалению, происходит и в других местах тоже. Я не думаю, что это было целенаправлено, а может быть, да. На самом деле, сегодня результатов нет, сегодня никто не может сказать, что была причина в этом, либо в том, либо в третьем, либо в десятом. Я знаю, что, опять же, толерантность, она видна там, и люди живут хорошо, в никаком антисемитизме. Во всяком случае, мы не прочувствовали его, не видели. Хотя я предполагаю, что он есть, как и в любом другом месте. Но это, так сказать, в любой точке мира, да, и это, к сожалению, существует. Я надеюсь, что то, что произошло с Равом, оно не будет иметь предложения. Мы только узнаем результаты этого, и тогда сможем делать выводы. — Натан, еще один вопрос к вам. В официальном сообщении агентства «Интерфакс» о торжествах по случаю двухтысячелетия Дербента я вычитал следующее. На праздную юбилею приехали тысячи гостей, а также 40 делегаций из регионов России и зарубежных стран мира, в том числе Ирана, Азербайджана и Таджикистана. Израиль не упомянут. Случайно или нет? — Смотрите, уже находясь в гостинице, перед уездом мы слышали, что в том вечере на рынке «Ала» действительно президент республики сказал, что мы находимся там, но он не знал, наверное, что мы не находимся именно на этом вечере. — Я вам честно скажу, не даст соврать нам даже и все представители, которые были с нами, мы чувствовали себя там в полной безопасности. Там милиционер находился в радиусе двух метров друг от друга. То есть мы ходили там, зная, что во всем мире, когда идут израильтяне, тем более делегации, то всегда думают о том, как бы вернуться так, чтобы все было хорошо. Мы об этом даже не задумывались. То есть я вам скажу, даже находясь и в стадионе, где происходил вечер, и во самом городе, чувствовалась полностью безопасность нам. — На стадионе кто побывал из членов израильской делегации? — Мы были все. — Мы были все. — То есть то, что пишут Ваня, не соответствует действительности? — Нет, нет, нет. Действительно все были. Я же сказал тоже и в других массовых местах. Единственное, что было, мы изначально знали, что на самом вечере, и там всего присутствовало 500 человек со всего мира, у нас выделено 5 мест. И из 5, 2 дали нам. То есть и Роману Гишеву дали, и Цвики Гендерину. Они просто решили не пойти. — В знак солидарности. — Да, в знак солидарности, потому что еще был один человек. Всем, конечно, нельзя было достать билетом, но это не было никакой акции. То есть мы до этого побывали во всех нам нужных местах. Нас возили и в музей Петра, и в синагогу, как сказал Роман. То есть мы видели все, что нам нужно. Мы даже побывали на рынке самой тоже. То есть я не думаю, что из-за этого события нужно делать вывод того, что нас приняли, и не дай Боже, нас оттуда выгнали. Ни в коем случае. Мы были там, мы будем там, и нам было очень приятно проводить там время. — Я вам только хочу буквально два слова. Мы не будем идеализировать ситуацию. Мы знаем, что этот регион, он не самый спокойный. Мы знаем об этом. Мы знаем, что произошло в Грозном на праздновании города, когда был такой теракт. И мы же трезвомыслящие люди, мы понимаем. Но опять же, видя то, насколько внутренние войска, насколько полиция, она следила за порядком, мы чувствуем себя достаточно спокойно. — Роман, тогда последний вопрос. В официальном ответе интернет-портала Уайнет посольство Израиля в России, как пишут, выразило сожаление и пожурило участников делегации за то, что они не согласовали свой визит с посольством. В противном случае все прошло бы без инцидентов. Насколько вы согласны с этим утверждением? — Я не знаю. Я думаю, что это больше, так сказать, ответ для того, чтобы дать отмашку такую. Но не более того. Это был дружеский визит, это был визит между городами-побратимами. Я не думаю, что нужно о каждом таком виде сообщать посольству. Если бы мы выехали в Москву или, может быть, в Санкт-Петербург или в другой крупный российский город с официальным визитом большим, конечно бы посольство было об этом повышено. Мы поехали, и я считаю, как сказал Натан, что цели визита достигнуты. Мы видели город по-братим, по-настоящему по-братим. И мы будем рады, что у нас будут в ближайшее время совместные проекты. Мы будем меняться культурными делегациями, будем меняться делегациями в различных других областях. Потому что в конечном итоге, что важно, важно, что мы хотим дружить. И не важно, даже если это республика, страна мусульманская, мы хотим показать, кто мы, и мы хотим узнать, кто они. И в этом заключается весь результат нашей поездки. Спасибо. То есть никаких инцидентов не было, и все это надумано. Ставим точку. Кроме того, что вот был немножко оттенок того, что не оповестили людей, когда выставили чемоданы, поэтому на это можно закрыть глаза. Спасибо, друзья, за этот разговор. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. И с Новым годом всем. И с Новым годом. И с праздником Сукут. Спасибо. Спасибо, друзья. А мы продолжаем программу темы дня.